Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Луктёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, как определиться с размером имплантата при увеличении груди. Сразу хочу напомнить, что пройдя по ссылочке, которая прикоплена к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. А итак, вначале хочу вам еще раз рассказать, какие же существуют имплантаты и в чем их основное отличие. Ну, во-первых, существует два вида имплантатов. Это круглые имплантаты, это круг. Они одинаковые по своей форме, что сверху, что снизу, что справа, что слева. А и вторые имплантаты, это анатомические имплантаты, они как бы повторяют такую каплевидную форму молочной железы. Соответственно, форма их тоже разная. Вверху они более плоские, уплощенные, а внизу как раз сосредоточен основной объем имплантата. А вторые характеристики, по которым подбираются и различаются имплантаты, это уже их не основные размеры. У круглого имплантата это размер основания и высота импланта. У анатомических, помимо размера основания, здесь существует еще несколько типов размеров, на которые надо ориентироваться при выборе импланта. Это также высота вот этого вот профиля и длина вот этой вот дуги. Перед тем, как приступить к подбору имплантата, в первую очередь надо выслушать, конечно же, пожелания самой пациентки. Что она хочет получить, какой размер, объем и формы груди в результате данной операции. Далее я хочу вам перечислить факторы, которые будут основополагающими для подбора необходимого имплантата. Первое – это размеры грудной клетки. Второе – форма и размеры молочных желез перед операцией. Третье – наличие или отсутствие асимметрии молочных желез. И в результате, когда уже вся эта информация получена, хирург уже может приступить непосредственно к подбору конкретного имплантата, который будет использоваться во время операции. Из своей практики я хочу сказать, что после получения всей этой информации я подбираю где-то в среднем 3-4 имплантата, которые могут подходить данной пациентке. А уже окончательное решение принимаю во время операции. Расскажу поподробнее. Я использую сайзеры. Это такие же имплантаты, только стерильные. Их можно устанавливать в пациентке и смотреть, как меняет свою форму грудь, как она выглядит с тем или иным имплантатом. После этого уже берется стерильный имплантат, открывается и устанавливается непосредственно тот тип размер, который подошел ей максимально хорошо. Итак, сегодня мы поговорили на такую тему, как осуществляется подбор имплантатов для увеличения груди. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я на них обязательно отвечу. Еще раз напоминаю, что если у вас есть желание записаться ко мне на бесплатную консультацию, вы можете пройти по ссылке, которая прикреплена к этому видео. Всем удачи, здоровья и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok